Успешные люди вырываются вперёд за счёт использования того времени, которое другие тратят попусту. Это выражение Гейнреа Форда можно смело отнести к нашей сегодняшней героине. Ассалям алейкум, дорогие телезрители! В эфире передача «Цена успеха» и снова с вами я, Лисан Бариева, предприниматель и бизнес-блогер. Сегодня у нас в гостях руководитель свадебного агентства «Майниках», маркетолог, организатор выставки «Салам Базар» и просто удивительная девушка Лисан Грачёва. Лисан, ассалям алейкум! Ассалям алейкум ассалам! Лисан, расскажите, пожалуйста, как появился проект «Майниках»? Наверное, предыстория вообще свадебного агентства начинается, когда мы с подругой вдвоём, это было 5 лет назад, решили начать помогать организовывать свадьбу нашим друзьям. То есть к нам обратилась наша третья подруга, выходила замуж, и мы решили ей помочь с организацией свадьбы. То есть полностью подбирали ей декор, площадку, монтаж декораций, сладкий стол. После этого к нам пошли заявки, начали спрашивать, как это делать, где лучше заказать торт, где лучше заказать живые цветы. Мы подумали, почему бы не заняться этим всерьёз. На тот момент я работала маркетологом, моя коллега и лучшая подруга работала учителем английского языка в школе. Просто в один момент мы решили, что мы открываем свадебное агентство. На тот момент она называла свадебное агентство «Счастье». Мы сняли офис, заказали сайт и уже открыли свадебное агентство. И в этот же сезон, наверное, у нас пошли заказы. То есть мы провели в первое же лето две свадьбы. На следующий сезон у нас уже было гораздо больше проектов, готовились к ним параллельно, естественно, повышали свои знания, учились, потому что всё-таки это наша сфера, сфера услуг. Мы работаем с очень важным днём для молодожёнов. Это день никогда не повторится в их жизни. Это очень важный день. И мы к этому очень трепетно относимся, поэтому постоянно повышали свои знания, смотрели и учились и в Питере, смотрели разные видеоблоги. Ну, конечно же, на собственном опыте сделали этот проект. И где-то год назад я пришла к выводу, что хочется как-то свадьбы свадьбами, но мне, например, именно по мировоззрению, по моим каким-то внутренним ценностям, ближе всё-таки, ну, как сказать, мусульманство, и вот именно делать халяль свадьбы и безалкогольные торжества. И поэтому мы, обсудившись с моей подругой, пришли к выводу, что мы разделяемся, и остается свадебное агентство «Счастье», а я открываю совершенно новый проект, свадебное агентство «Майниках». И вот, получается, уже год, ну, скоро будет уже год, как мы проводим безалкогольные торжества «Майникахи». Спасибо. А какие забавные, неожиданные ситуации случались в работе в качестве организатора? В работе организатора всегда случаются какие-то интересные моменты, потому что мы работаем с людьми, это всегда индивидуальная история наших молодожёнов. И одна история не похожа на другую. Мы поэтому и позиционируем себя как агентство, которое создаёт индивидуальное торжество для счастливых пар. И, ну, интересные ситуации были самые разные, то есть там, начиная от того, что во время свадебной фотосъёмки, когда у нас жених ехал в кортедже к невесте, у него там порвалась рубашка, и наш координатор зашивал по пути рубашку. А в сумке координатор есть всё на все случаи жизни, там, начиная от всевозможных таблеток, заканчивая иголками, там, я не знаю, цеплером, скотчем, потому что может пригодиться всё, что угодно. Потом был случай, когда мы делали свадьбу в Вишкороле, и там, оказывается, мы не знали этот нюанс, вот у меня помощница, она из Вишкоролы, и там, например, вот в такси нету кондиционера. То есть вот в Казани даже представить это сложно, но невеста у нас в 30-градусную жару поехала в такси без кондиционера, естественно, весь макияж поплыл, но опять-таки в сумке координатора есть всё, и это и пудра, и матирующие салфетки, и мы спасли ситуацию. Ну, я уж там не говорю про ситуацию, когда там кому-то бабушке вдруг не хватило воздуха, она начала терять сознание, и тут понадобился нашатурный спирт, который тоже был под рукой, её увели в другую комнату, или там гости, которые сидят, часть гостей сидит под кондиционерами, вторая часть без кондиционеров, постоянно просят выключить там кондиционеры, но это очень интересно. Молодожёны после свадьбы к нам приходят в гости, в офис, пить чай с конфетами, и мы уже начинаем с ними разговаривать, именно обсуждать после вкуса свадьбы, и им очень интересно, что есть очень много нюансов, которые я стала за кадром, потому что они об этом никогда на свадьбе не узнают, да и после свадьбы даже, потому что, в принципе, это забота организатора, не их заботы. Но они с интересом узнают, что вот эти все моменты, проблемы решались параллельно со свадьбой, и всё это благодаря профессиональным организаторам, прошло вообще незаметно ни для них, ни для гостей. Тогда у меня такой следующий вопрос. А что входит в обязанности свадебного агентства, координатора? Что вы делаете? Да, смотрите, вот у нас же есть школа тоже свадебного агентства. На первом занятии мы как раз объясняем, что есть свадебное агентство, есть свадебный координатор. Это немножко две разные вещи. То есть свадебное агентство – это компания, в которую приходят молодожёны, и они заказывают у нас свадьбу под ключ. То есть это значит, они к нам пришли просто с даты свадьбы. Мы им подбираем ресторан, фотографа, видеографа, ведущего, декор, оформление. После этого мы обсуждаем, да, там, где невеста будет делать макияж, где ей будут завязывать платок. Подбираем шоу-программу всю, заказываем пригласительный, дегустируем торт, заказываем торт. Если нужен психолог, у нас есть свадебный психолог. И уже в день мероприятия мы полностью ответственны за всех наших подрядчиков, кого мы предлагаем. Мы предлагаем только проверенных людей, операторов, проверенного там визажиста, стилиста, ведущего. И в день мероприятия мы всё это контролируем, координируем. И мы полную ответственность внестём за качество предоставляемых услуг. Координатор же, он не несёт ответственность за качество предоставляемых услуг, он просто в день мероприятия контролирует весь процесс. То есть он контролирует, чтобы там вовремя подали торт, чтобы саксофонист приехал, выступил там именно в то время, в которое ему нужно выступить. Невеста первый танец танцевала по таймингу там в конце именно первого отделения, да, у них случился первый танец с женихом. Он именно координирует вот эти уже моменты, которые либо готовят организаторы заранее, либо молодожены сами. Поэтому рынок координаторов, он гораздо шире, потому что их намного больше, очень много свадеб самостоятельно, подготовки, и они обращаются уже к координаторам. А когда обращаются в агентство, мы готовим все под ключ. Вот, ну, самая главная наша задача как организаторов, это превратить сам процесс подготовки в радостное событие, запоминающееся событие. Потому что я очень много слышала отзывов от невест, которые делали свадьбы с нами, это среди наших друзей, знакомых. Или, например, бывает ситуация, невеста хочет к нам обратиться, а по бюджету, например, жених не дает ей такой возможности. И потом она, например, нам звонит после свадьбы и говорит, что вот я пожалела сто раз, что я там не нашла эти деньги, или там не уговорила жениха. Потому что, когда готовятся к свадьбе самостоятельно, этот процесс превращается в некую рутину. Потому что, например, я невеста, представим, да, я выбрала этого ведущего, фотографа, видеографа, подобрала шоу-программу, обсудила с ведущим тайминг поминутный. Я уже стяжу на свадьбе и все знаю, да, что будет. Я знаю, что там через 10 минут выступит там певец, через 10-15 минут там ведущий проведет именно этот конкурс. И как будто бы молодожены готовят праздник для гостей, не для себя. Когда же они приходят к нам, мы полностью превращаем этот процесс в такой праздник, потому что мы с невестой обсуждаем, выбираем бумагу, на которой будут напечатаны пригласительные, приглашаем ведущих, они презентуют себя, пьем кофе, обсуждаем, обсуждаем подарок для жениха, который мы помогаем ей организовать, подбираем флористику, идем в ресторан вместе с ней, смотрим блюда. И это сразу превращает этот процесс, процесс подготовки вот такой достаточно хлопотный в очень приятное событие. И потом молодожены с такой радостью вспоминают именно вот сам процесс подготовки, они приходят к нам после свадебного путешествия, потом иногда приходят уже с детьми там через год, советуют нас другим своим друзьям. Это, конечно, очень приятно. Очень приятно иметь дело именно с таким важным событием для жизни молодоженов. Вы сказали, что обучаете координаторов. У вас получается своя школа обучения координаторов. Насколько эта профессия востребована? Где-то вот после четырех лет работы мы поняли, что пора уже открывать свою школу, делиться опытом, передавать свои знания молодому поколению. На самом деле это очень востребовано. Сейчас с каждым годом все больше и больше. Мы переходим именно в сферу услуг, она развивается. И поэтому сейчас все больше молодожены понимают, что даже если они организовывают самостоятельно свадьбу, в любом случае должен быть какой-то один человек, у которого в голове вся информация. И он может контролировать все процессы. То есть там, я не знаю, звонить логистической компании, спрашивать, где же автобусы, почему они вовремя не поданы. Потом позвонить в ЗАГС, сказать, что мы едем, приехать в ЗАГС, собрать все цветы, которые подарили, отвезти их в ресторан, положить все в озоны, проконтролировать ресторан. И поэтому, в принципе, это очень востребовано. И это как раз-таки такой момент. Я всегда говорю, если у вас нет бюджета на агентство, обращайтесь хотя бы к координаторам. Потому что вам нужно облегчить этот день для себя максимально. Ни в коем случае не загружать родных. Обычно это либо мама, либо сестра, либо подруга лучшая. Чтобы такого не было, как раз-таки мы именно взращиваем новых молодых координаторов. Это достаточно востребовано. Еще плюс этой профессии, что ее можно совмещать. То есть, например, свадьбы, они же пятницу-субботу, как правило, проходят. И поэтому, в принципе, можно заниматься каким-то своим любимым делом, на основной работе работать и совмещать это с координаторством. Преподавать нам очень нравится. К нам приходят замечательные... В основном это девушки, конечно. Все-таки это такая женская сфера свадебная именно с точки зрения агентства. Хотя есть у нас и мужчины-организаторы, но их меньше. И они с таким интересом учатся. Мы приглашаем... То есть, даем им азы, плюс приглашаем уже профессионалов индустрии, и приглашаем профессиональных ведущих, фотографов, видеографов, визажистов, выездных регистраторов, которые уже, будучи людьми, которые работают в этой сфере постоянно, они делятся опытом. А какая средняя стоимость услуг свадебного координатора? Средняя стоимость это за один день около, наверное, 10-12 тысяч. Все зависит от того, этот координатор один или два человека, например. Мы, конечно, всегда рекомендуем брать двоих, если есть выездная регистрация. Потому что если выездная регистрация, и она, например, находится не около ресторана, а где-то там на холме, где-то там мы делали выездные регистрации в лесу, к примеру, то тогда желательно брать двоих, потому что один полностью отвечает за площадку для выездной регистрации, а второй отвечает уже за ресторан. Мне кажется, и телезурителям было интересно услышать про такое направление, и про то, что есть возможность обучаться у вас этому. Сегодня мы встретились с нашей прекрасной невестой Алией, для которой мы провели Никах. Никах прошел чудесно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А сейчас у нас идет процесс подготовки к свадьбе. Алия, добрый день! Добрый день! Вот такой волнительный момент. Во-первых, хочется поздравить, что наконец-то мы проступаем к подготовке к нашему прекрасному торжеству. Это всегда очень волнительно и очень прекрасно. Я расскажу примерно, да, с чего мы начинаем. То есть любой процесс подготовки у нас начинается с выбора первых четырех позиций. Первым делом мы выбираем ресторан. Вот скажи, пожалуйста, при выборе ресторана важно понять, хотите ли вы выездную регистрацию? Это сейчас очень модный тренд. Да, я очень хочу. Я тоже насмотрелась и роликов в интернете. Очень хотела бы, конечно, выездную регистрацию, но меня немножко пугает. А если дождь, если вот непогода, что мы тогда будем делать? Вы из-за регистрации хотите на природе где-нибудь, на лесу, например, на поляне? Я смотрела разные варианты по картинкам, конечно же, в интернете, в инстаграме. Очень красиво, чтобы деревья нарисовали, чтобы это было как будто одно целое, единое с природой. Да, это на самом деле сейчас очень в тренде. Делать выездную регистрацию где-то на природе, чтобы гостей туда вывезти, красиво все оформить. Ну, у нас такой момент, да, если будет дождь или непогода, или ветер поднимется, мы всегда продумываем план B. Поэтому мы с тобой будем выбирать такой ресторан, в котором будет у нас отдельное помещение. И на случай дождя просто мы перенесем выездную регистрацию в это помещение. А второй момент, да, когда мы выбрали выездную регистрацию, выбрали уже ресторан, вторым моментом, вторым пунктом у нас идет выбор ведущего. Скажи, пожалуйста, какое количество гостей планируется на вашем торжестве? Я думаю, где-то 80-100 человек. Вот, примерно, не больше 100. И по возрастной категории важно понять приводы рода ведущего. Это больше молодежь или больше взрослое поколение? Мы бы хотели пригласить самых близких, и это будут и родственники, ну, то есть будут и взрослые, и, конечно же, наши друзья. Ну, наверное, соотношение где-то взрослых 60 на 40, наверное, да? А взрослых больше будет или вот 50 на 50 все-таки? Все-таки 50 на 50, либо даже побольше молодежи, потому что, как ты помнишь, уже на Никахе у нас было много взрослых, не было молодежи, большинство уже мы позвали на Никахе. Отлично, хорошо. При выборе ведущего мы всегда смотрим, да, какая у нас возрастная категория будет на свадьбе, какое у нас количество гостей, потому что все-таки есть разные ведущие. Кто-то, например, проводит такие более движевые конкурсы, он более активный, кто-то как конференция выступает, номера просто объявляет. И поэтому еще такой момент, да, у вас татарский язык нужен на свадьбе? То есть это вот главное условие, для меня очень важно, чтобы был мой родной язык. Отлично. Ну, таких ведущих у нас круг уже сужается, потому что таких ведущих не так много. Я бы тебе порекомендовала, наверное, Руслана Шарафутинова, отличный ведущий, который хорошо говорит на татарском языке и очень круто шутит на русском языке, и у него очень веселые конкурсы. В любом случае мы будем встречаться с ведущими, потому что мы еще уточним, свободно ли у них эта дата, встретимся с двумя-тремя ведущими, и вы уже решите с женихом, нравится он вам, не нравится, и примите решение. То есть ведущий у нас был вторым пунктом. Третий, четвертый пункт – это фотографы-видеографы. Тоже очень важно понять, кто у нас будет фотографировать. То есть от фотографа-видеографа у нас зависит, какая у нас будет конечный продукт от вашей свадьбы. Я всегда говорю, что фото-видео – это очень важный момент, потому что все-таки все воспоминания останутся именно в этих материалах. И иногда даже молодожены отказываются, говорят, нет, у нас нет на это бюджета, но мы тратим столько денег на декор, на ведущего нашего программы, и потом это все очень быстро забывается, если нет фотографа и видеографа. Тогда я бы очень хотела, мне очень понравилось, как ты подобрала нам фотографа и видеографа для Аникаха, и хотелось бы, чтобы именно они еще раз поприсутствовали на нашем торжестве уже на свадьбе. Ну, это хорошо, это вообще отличный выбор, потому что всегда для профессионалов фото-видео важно знакомство с парой, если они уже с вами работали, знают, как вы работаете на камеру, как вы позируете вашу рабочую профиль, да, им уже будет легче на свадьбе. И вас расслабить, во-первых, потому что это уже не незнакомые люди, и, во-вторых, именно снять самых лучших ракурсов у вас. Отлично. Вот когда мы выбираем ведущего, то есть ресторан ведущего, фотографа, видеографа, следующий у нас уже идет пункт по декору. То есть по декору у нас тоже, это самая интересная, наверное, часть нашей работы, потому что это работа с красотой, работа именно с цветами, да, с декорациями. Скажи, пожалуйста, какой стиль тебе близок? Потому что есть стиль, например, классический, когда там у нас свадьба, много цветов, все такое белоснежное. Есть свадьба в стиле Русика или Боха. То есть вот какой стиль именно близок к тебе? Если честно, вот о чем ты говорила последнее, я не очень разбираюсь. Ну, я вот тебе сейчас как раз покажу. У нас получается, вот если мы откроем подборку, подборку, например, если мы заходим, да, вот в свадьба в стиле, вот, Боха как раз, да, эта свадьба как раз у нас более такая природная, близкая к природе. То есть у нас используются цветы, больше такой естественные цветы, больше сухоцвета, мы добавляем туда цвет яркий. То есть в стиле Боха, конечно, предполагается, в том числе яркие цвета, то есть, например, там, ковры, к примеру, яркие, потому что он идет именно в агемский стиль, такой, больше такой, знаешь, как древнецыганский стиль. То есть у них все такое природное, но при этом мы добавляем яркие какие-то элементы цвета. Оранжевый, фиолетовый, яркое стекло. Очень популярные свадьбы у нас в стиле Рустик, сейчас тоже покажу, особенно летом, потому что все близко к природе, натуральное, вот, например, да, если мы откроем здесь, ну, такие вот арочки, то есть, да, дерево, цветы, полевые цветы, подсвечники. Мы на первой встрече, мы это пока просто, то есть, я просто рассказываю, какие есть стили, для того, чтобы уже потом при встрече с декоратором ты уже была в курсе, да, что у нас вообще есть, к примеру, вот, если откроем. Это все, конечно, очень красиво, да, глаза при этом кругом. Да, но это всегда такой невест, потому что зачастую до подготовки к свадьбе даже молодожены не догадываются, какие стили свадеб есть, да. Они просто примерно, знаешь, что мне нравятся вот такие вот, например, там, цветы, там, ньютовых оттенков, или там некоторые невесты говорят, нет, наоборот, мне нравится что-то яркое, красные цветы. У нас была пара, которые мы делали букет невесты из красных роз, представляешь? Вот просто невеста вот очень хотела. Вот, и поэтому вот на первой встрече мы просто поговорим, рассказываем, что есть, чтобы потом уже к встрече с декоратором вы морально уже были готовы и примерно понимали, что вам нравится. Знаешь, наверное, хотела бы не останавливаться на одном цвете, может быть какой-нибудь более пастельный тон, и в то же время хотелось бы яркости. Вот, двояко, как тут быть? Мы можем это сочетать, потому что, в принципе, в декоре всегда, ну, мы за многогранность. Если будет только цвет, например, только пастельный, это будет скучно. То есть мы можем подобрать, например, сделать так, чтобы цвета не сочетаются друг с другом. Например, там, бордовый цвет, если, к примеру, тебе нравится, да, он может сочетаться с таким... Следующий тон у него уже такой более розовый, потом более пудровый и уйти в пастельный тон. То есть пастельный – это все-таки свадьба, нежность, да, и уйти в бордовый, чтобы именно ваш характер, он как-то отражался в этом. Алия, на первой встрече мы уже очень много чего поняли, решили. Это хорошо, потому что мы определились, да, какой ресторан нам нужен, ведущий примерно, какого ведущего мы подбираем, по декору тоже в каком направлении нам двигаться. И я считаю, продуктивная встреча – это очень хорошо, потому что иногда бывает, что молодожены не знают, чего хотят, тогда, конечно, процесс подготовки, он затягивается, и мы не можем никак приступить именно уже к приятным позициям, чтобы там встречаться уже с ведущим, выбирать уже декоратора. Вот, и я благодарю тебя за встречу, за то, что ты знаешь, что ты хочешь. Это на самом деле очень важно, это очень облегчает и нашу работу. Алия, благодарю тебя за встречу, очень продуктивно мы говорили, мы поняли, какой нам нужен ведущий, в каком направлении двигаться нам по декору, поняли, что вы знаете регистрацию, поэтому ресторан, скорее всего, мы выбираем уже на природе, поближе к природе, но при этом учитываем план «Б». Процесс подготовки к свадьбе начался, и мы верим, что наше торжество будет очень красивым и таким, о котором всегда мечтала невеста. Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется, что люди сейчас очень избалованы различными шоу, ивентами. Чем можно удивить людей? Да, это на самом деле так. На этот случай у нас есть свадебный режиссер. То есть, вот это, знаете, как свадебная индустрия, она развивается постепенно. Сначала для людей было дико, что можно обратиться в агентство. Для них это вот слово «тамада», которое я боюсь как огня, да, они приходили к этому человеку, и он там и подбирал и всех-всех, и конкурсы с какими-то странными воздушными шарами, и спел, и станцевал, и все-все в одном лице. До сих пор есть такие ведущие. Потом они пришли к выводу, что нет, можно обратиться к свадебному организатору и сделать все более продуманно. И сейчас уже мы приходим к тому, что можно обратиться еще и к режиссеру, который подберет шоу-программу и сделает ее адаптированной именно так. То есть, учитывая интересы молодоженов, их пристрастия, их какие-то хобби, да, мы можем так собрать шоу-программу, чтобы она отражала их индивидуальность. Мы же создаем индивидуальные торжества. Спасибо. А как и когда появился проект «Салам Базар»? Проект «Салам Базар» он уже давно зрел, потому что мы знаем, что в Москве очень много таких выставок халяль-индустрии, в Казани тоже есть несколько таких выставок. И вот в том году мы решили, что пора уже делать такую выставку, делать ее, как мы хотим. Мы с моей коллегой Асель, то есть это уже именно коллега по «Салам Базару», это немножко другой проект, решили, что нужно сделать модно, вкусно, чтобы привезти туда было не стыдно и гостей из других городов, и чтобы это было действительно в тренде, и чтобы туда пришли очень много молодежи. Потому что, в принципе, халяль, как образ жизни, сейчас очень сильно продвигается. И, например, если мы возьмем эмираты, там вообще это уже на уровне государственной программы. У них прям есть такое направление, ряд мероприятий, которые поддерживают это направление. У нас же здесь мы можем своими силами пока начать двигаться в этом направлении. И вот проведя первый «Салам Базар», это модный маркет халяль-индустрии, туда приходят у нас, участвуют там дизайнеры из разных городов, в том числе из России, даже из стран СНГ были в этот раз дизайнеры. Халяль-косметика, халяль-фудкорт, аксессуары, лектории очень интересные. И туда приходят у нас современные молодежь, не только мусульмане, то есть этнические татары и просто гости, и русских было очень много, которые пришли, посмотрели, увидели, что ух ты, круто, тут можно купить эко-продукты, тут можно купить эко-косметику, а тут такие классные платья из натуральных тканей, например. И им это очень интересно. И мы даже были удивлены, что, несмотря на то, что маркет впервые прошел, был такой ажиотаж. И хотим вот ближайший маркет провести уже весной. Совсем скоро. А по вашему мнению, на какие виды товаров и услуг, вот по прошлому Салам Базар, наибольший спрос был? Сложно сказать, потому что аудитория очень разная, но все равно самая большая популярность пользуется одежда, косметика и, наверное, фудкорт. То есть это вот таких три направления. У нас там были представлены и детская одежда, и плюс в том числе еще аксессуары, сумки. Но именно вот три таких столпа, так скажем, это одежда, это эко-косметика и это фудкорт. Наверное, большей популярностью у наших гостей пользовалась. Хотела спросить, сложно ли развивать женщине свой бизнес мусульманке? Такой интересный вопрос. Ну, самое главное, это определиться с приоритетами. Потому что я всегда понимала, что для меня самое главное – это семья. И работа – это всегда идет на втором месте. То есть если ты там все успеваешь с семьей, с детьми, то в принципе работа – это уже такой приятный бонус, так скажем, где ты можешь творить, вдохновляться. И если вот такие приоритеты расставить, если муж не против, в принципе, несложно. Все зависит от того, чем заниматься. И главное еще заниматься делом, которое действительно любишь. Потому что если там себя заставлять что-то делать, это сложно. Что касается именно отношения, мы живем в Татарстане, где не так много покрытых девушек, так скажем, да. И на начальной стадии меня это, может, немножко смущало, когда я сама вот именно поменяла свой образ, свой имидж, так скажем. Но потом я поняла, что, в принципе, все зависит от восприятия. То есть если ты себя вот так позиционируешь уверенно, то тебя очень уверенно воспринимают. Потому что, в принципе, смена моего имиджа произошла как раз во время нашего агентства свадебного, да, вот за последние вот пять лет. И, в принципе, я сначала переживала, думала, как там меня воспримут вся наша индустрия, потому что одно дело сидеть в офисе, где четыре человека, например, да, и они к тебе привыкли. О, она надела платок, все понятно там, да, и все. Другое дело, когда ты в день коммуницируешь с 20-30 людьми, они тебя видят на мероприятиях. Но я поняла, что очень все так лояльно, так хорошо восприняли это. И когда я решила еще открыть вот именно агентство по мероприятиям, по никахам и по безалкогольным свадьбам, это было воспринято просто на ура. Многими очень нашими партнерами, подрядчиками, моими друзьями, которые даже многие из них вообще не мусульмане, что, конечно, очень радует. Вы открываете свой бизнес. И вот попробуйте вспомнить, какие были самые первые сложности и как вы их разрешили. Самая первая сложность для любого бизнеса – это неверие в него. То есть если ты не веришь в то, что ты делаешь, никто не поверит. А если ты веришь в то, что ты делаешь, то поверят все. Поэтому, наверное, это, ну, я бы для начинающих именно предпринимателей такой совет дала, что нужно просто верить в то, что вы делаете. Потому что у вас не может быть, там, не быть в офисе сайта, какого-то брендбука, что сейчас очень важно для любого бизнеса. Но если вы знаете, что ваш продукт крутой, вы говорите, это крутая книга, там, например, или там, эта косметика реально классная, она омолаживает, то вы можете зарядить таким образом своих подписчиков, своих друзей, своих знакомых и начать распространять эту информацию. Поэтому нужно просто верить в свой продукт. Это очень важно. Перед нашим интервью вы были на учебе. Поделитесь, пожалуйста, как часто вы обучаетесь и чему вы сейчас обучаетесь? Я обучаюсь постоянно, потому что это очень интересно, не стоять на месте, развиваться. Несколько направлений. Во-первых, профессиональное направление. Я стараюсь посещать профильные форумы, мастер-классы, тренинги, связанные именно со свадебной индустрией, просто с ивентной индустрией, потому что мы встречаемся с коллегами из других городов, стран, обмениваемся опытом, контактами и получаем новые знания. Второе. Сейчас я обучаюсь арабскому языку, потому что мой не я научится читать правильно Коран, и очень это для меня важно и интересно. Я сегодня как раз была на учебе, когда мы с вами общались по-арабскому. Третье. Это английский язык, без которого сейчас никуда, потому что если выходить на международную арену, то же изучаю английский активно, продолжаю изучать. И, наверное, там же четвертое, это просто, я не знаю, постоянно какие-то появляются по запросам. То есть если я понимаю, что где-то у меня пробел, я начинаю быстро этот пробел восполнять. Спасибо. Лисан, а какая цена вашего успеха? Сложно сказать. Я вообще считаю, что к успеху, как слава и деньги, они приходят само собой потом. То есть если просто стремиться к успеху и желать быть успешным или знаменитым, то ничего не получится. То есть нужно хорошо делать свое дело, любить то, что ты делаешь, и тогда все придет само собой. А приходится ли вам чем-то жертвовать? На данный момент нет. Наверное, жертвовать только если каким-то свободным... Ну, сложно, нет. Скорее всего, нет. Нет. Лисан, по традиции у нас в конце короткий блиц-опрос. Хотела бы, чтобы вы ответили, не раздумывая. Ваше любимое блюдо? Плов. Секрет счастливого брака. Любовь и уважение. Самый необычный день в вашей жизни? Когда муж мне сделал предложение. И одно пожелание начинающему предпринимателю? Я бы пожелала быть уверенным в себе, не бояться. То есть просто забыть все, что было до этого, поставить цель и идти к ней. И заряжать других своей идеей. Лисан, спасибо тебе большое за наше сегодняшнее интервью. Мне кажется, многие телезрители получили готовую идею для развития своего дела, готовую нишу. Тем более при развитии себя свадебной индустрии большие вложения не нужны. Правильно? Да, абсолютно верно. Ассалям алейкум, Лисан. Ассалям алейкум, Ассалям. Спасибо вам. По мнению нашей гости, Алисан Грачевы, цена успеха не всегда высока. И если ты занимаешься своим любимым делом, то ничем и не приходится жертвовать.